Первенство по автокроссу в Нерингринском районе традиционное событие. Соревнования проходили по правилам ралли-кросс и собрали любителей данной дисциплины. Наша съемочная группа наблюдала за гонками. Дисциплину автокросса Нерингринская федерация автомотоспорта развивает вот уже четвертый год. В календарном графике мероприятий эти соревнования традиционно проходят в день города. 23 февраля, 9 мая и в день шахтера. Гонки проходят по международным правилам ралли-кросса, так как автокросс допускает контакт. Контакт допускается не специальный, то есть автомобили разворачивать нельзя, как в контактном автокроссе. Если коснулся бортами, это допустимо. А специально бить машины, разворачивать и наносить другие какие-то там повреждения автомобилю запрещено. Трасса представляет собой кольцо длиной около 1200 метров. Стартует одновременно по 4 участника, что несомненно добавляет к кроссу зрелищности. Нужно как можно быстрее преодолеть дистанцию в 4 круга, искусно проходя шпильки и затяжные повороты. Есть еще и так называемый джокер, дополнительный виток на трассе. И пилоты решают сами, на каком из кругов пройти его. Конечно, пройти всю дистанцию получилось не у всех. Сегодня мой день. Балку оторвалось, да? Полностью все. Несмотря на ветреную погоду, зрителей, любителей автоспорта было немало. Для участия в соревнованиях заявились 9 гонщиков. В основном на заднеприводных «Жигулях». Но бывают и исключения. В целях безопасности и оказания первой помощи, в случае необходимости на гонках дежурили машины пожарного расчета и скорой медицинской помощи. Но работать им в этот день не пришлось. Все прошло, как говорится, в управляемом заносе. И уже вручая подарки от спонсоров, организаторы поздравили всех с удачным финишем.